временем и мы поговорим сегодня о том что говорят наши мудрецы о коронавирусе подождем немножко пока люди соберутся очень важно сказать что в это время это непростое время очень важно не поддаваться панике очень важно спокойно четко делать не только то что от нас требуется материальной сфере но и то что не менее важно все то что требуется от нас и в духовной сфере ведь все причины материальных явлений будь то речь о целом городе целой стране и тем более если речь идет обо всем мире они находятся в духовной сфере вот я вижу первые люди подошли здравствуй александр здравствуйте михаил и я приведу вам цитаты цитаты мной переведенные наших мудрецов мудрецов настоящего и мудрецов прошлого еще раз я напомню что очень важно несмотря на то что происходит сохранять спокойствие не бояться и конечно же понимать что причины главные того что происходит это духовные причины говорит рафхаем каневский по поводу опасения заразиться коронавирусом каждый из нас должен усилиться в том чтобы остерегаться злословия и сплетен как написано в трактате эрхин на странице 15 там говорится про покаженного наказание за засловие это проказы да и там говорится так он отделил мужа от жены то есть тот кто говорил злословие он отделил мужа от жены сказала тора уединенно будет сидеть то есть он отлучается от еврейского народа будет уединенно сидеть вне стана это первое да то есть нужно остерегаться за слове второе и усилиться в качестве скромности и в прощении ближнего как написал рожь это комментатор в комментарии на трактату райот о том что это помогает человеку от беды насколько я это понял и каждый кто усилится в этом защитят его заслуги его его домочадцев что не заболеет никто из них то есть это . варка невский есть на что положиться раз конец это великий мудрец современности на него полагается весь еврейский мир а может и посмотреть в гугле это в принципе он считается руководителем поколения далее цитата рамбама рамбам великий ученый и самое главное мудрец торы который жил в двенадцатом веке и он говорит так рамбам пишет в законах поста самом начале повелевающая заповедь из торы взывать о помощи и трубить в трубы по поводу любой беды которые приходят на общину а если не будут взывать о помощи трубить в трубы а только скажут эта вещь случилось с нами по природе вещей это случайность это путь жестокости и приводит их плохим деянием и это беда добавить другие беды вот так вот это поймем во первых он говорит что самое первое что нужно делать когда приходит негативная ситуация на народ на общину тем более на народ что нужно самое главное взывать о помощи к всевышнему нужно обратиться к всему молиться организовывать молитвы улучшить изучение торы улучшить изучение заповеди самое главное молитва обращаться к всевышнему и вместе индивидуально всевышний помоги избавь нас от этой беды это раз и кроме того он говорит что нельзя смотреть на это на то что происходит как просто стечение обстоятельств просто вот так получилось нет это все то что задумано творцом и это очень очень важно знать и он предостерегает чтобы люди не смотрели на то что происходит как на стечение обстоятельств осмотрели на то что происходит именно как то что всевышний дал нам для того чтобы мы исправили свои пути далее я хочу привести аризаля аризал это основатель кабалы который жил в 16 веке очень известный мудрец торы он говорит что когда есть не дай бог эпидемия в городе она может властвовать только над теми у которых есть страх а те которые укрепляются в сердце в уповании на творца и преодолевают страх никакая плохая вещь не может властвовать над ними смотрите книгу тарат натан и так написано в книге и поэтому нужно беречь себя от страха сатана и его сил во время эпидемии а молиться всевышнему и он всевышний нам ответит так как тот кто боится его его это имеется ввиду сатана дает ему силу и могущество усилить эпидемию в городе не о нас будет сказано а только спрячется на некоторое время говорится про человека пока не пройдет гнев творца и будет постоянно занят торой и будет читать главу о приношении благовоний в храме то есть что говорит нам аризаль что самое главное первое что нужно это перестать бояться не бояться полагаться на творца обращаться к творцу и ждать от творца помощи и то что человек должен обязательно знать что если он начинает бояться то этим он дает злым силам возможность еще больше делать зло не дай бог сергей фоменко пишет хорошее время глубиться в тору да совершенно верно хорошее время подходящее время тору и добрые дела насколько это возможно как говорится тора она защищает и спасает поэтому сейчас очень очень хорошее время углубиться в тору изучать тору говорят говорит перед тем как мы изучаем тору я посвящаю свое изучение торы заслугам еврейского народа чтобы не было никаких болезней и чтобы все больные еврейского народа исцелились и кроме того интересно по поводу того чтобы не бояться я хочу привести вам праве валя ашерова а до этого я хочу вам сказать что это такое читать главоприношение благовоний они все это знают что в шахарит утреннюю молитву перед шахаритом и перед минхой полуденной молитвой а мы читаем положено читать курба нот о жертвоприношениях в храме которые были связаны с храмом жертвоприношения которые были в храме и это нас очищает и кроме того там были а приношения благовоний и вот это приношение благовоний говорит аризаль это сгула это то что влияет на то чтобы человек не за поле не заболел именно во время эпидемии насколько я понял вот поэтому это хорошая вещь читать утром и вечером утром и перед заходом солнца то есть перед чахаритами перед минхой кто не прочитал предминфиту успеть до захода солнца желательно о приношении благовоний достаточно важно прочитать это до захода солнца потому что она приносилась именно до захода солнца так что я хочу сказать про реву валь ашрава рав юваль ашаров это современный уровень он исповедует систему природного питания и он считает что коронавирус особо не отличаются от вируса гепатита или даже гриппа и даже если человек говорит он не дай бог подхватит этот вирус то через устранение токсинов из организма он от него легко вылечиться потому что вирусы могут повредить только тем у кого есть токсины в организме то есть если человек выводит токсины по системе питания занимаясь делая упражнения физически давая клеткам кислород то тогда он избавиться от любого вируса и его систем очень похожи на систему тони роббинса и лично я стал намного спокойнее относиться корона вируса после того как посмотрел видео тони роббинса в котором он объясняет приводя строго научные факты что проблема не в бактериях в иммунной системе и учат как ее усилить и ссылку на это видео я вам даю бесплатно вы найдете ее на моей личной страничке в фейсбуке а ссылку на страничку я напишу в названии статьи после того как проведу этот эфир и я закончу словами адмора слоневского хаседута говорит найти вот шалом что мы должны самое главное знать две вещи первое ты должен знать что все что происходит в мире включая бактерии вирусы все это создается каждое мгновение из полного несуществования всевышним благословен он что только он властвует на всем что происходит то есть все 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 что происходит очень очень важно знать очень очень важно осознавать что все это от всевышнего и вторая вещь не менее важно нам нужно знать и понимать и осознавать и чувствовать всеми фибрами нашей души что все желание творца как верного и преданного отца, это дать добро тому, кто полагается на него и уповает на его любовь. Его любовь излучается на тебя постоянно, без всяких условий. Если ты полагаешься на эту любовь, то Всевышний дает тебе то, в чем ты на него полагаешься. И если вместе с этим упованием ты совершаешь необходимые материальные усилия, тебе нечего волноваться. То есть я еще раз напоминаю, что понятно, что мы не можем просто полагаться на Всевышнего и ничего не делать. В материальной сфере это не наш уровень. Нам нужно делать то, что Минздрав говорит, в соответствии с той системой медицинской, которой мы доверяем. Но при этом очень-очень важно, может быть, это самое главное даже, это полагаться на Творца. Мы знаем, есть очень много еврейских источников на эту тему, что те люди, которые полагаются на Творца, чем больше мы полагаемся, тем больше Творец нам дает именно то, что в чем мы на него полагаемся. это то, что говорят наши мудрецы. Я вам желаю по-настоящему полагаться на Творца. И я вам желаю времени, наполниваемым максимальным упованием на Творца. И будьте здоровы и счастливы. И так Продолжение следует...